Египет сменит имидж дешевого пляжного направления. Такую позицию озвучили в новом Министерстве туризма. Накануне его объединили с Министерством древностей. Именно культурный туризм в расчете на гостей из Китая, Японии, США и других стран обещают Египту больший доход, нежели пляжные туры. Как считают наблюдатели, государство прочно закрепило за собой ярлык дешевого пляжного курорта. Как египтяне намерены от него избавляться в следующем материале. Большая реформа Министерства Египта оказалась не новинкой, а скорее возвратом к истокам. Туристическое ведомство объединили с Министерством древности, как это было более 50 лет назад. Теперь новая старая структура называется Министерство древности и туризма. Впрочем, туризм в этом тандеме ведущим направлением явно не является. Об этом говорит и назначение на пост главы ведомства Халеда Аль-Анани, который до этого возглавлял Министерство древности Египта. Выдвижение Анани на первой роли связано с реализацией крупных археологических проектов, поддерживаемых государством, а также продвижением Египта в мировые массы с точки зрения культурно-исторического наследия. Был проведен опрос социологическими службами среди населения европейских стран. У людей спрашивали, с чем у вас ассоциируется Египет. 83% ответили пляжи, гостиницы и море. Это прекрасно, но Египет богатейшая с точки зрения культурного наследия страна, а мир об этом забыл. Наши памятники уникальны, об этом следует напомнить. Создание нового министерства может привести к пересмотру существующих договоренностей с международными туроператорами. По заявлениям чиновника ведомства, на фоне восстановления иностранного турпотока и роста доходов от туризма, египетская сторона может отказаться от субсидирования авиарейсов по курортным направлениям. Кроме того, в ведомстве собираются навести порядок в основных городах и достопримечательностях страны, а также отремонтировать дороги между Асуаном и Луксором, сделав подъезды к ним удобными и доступными. Нужно обратить внимание на открытие Великого Египетского музея, которое состоится в конце 2020 года. Составлением коллекции занимались лучшие специалисты и историки страны. Новые археологические достопримечательности появятся также в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Все это позволит развивать в стране классический туризм. Точная программа по работе над общенациональной сменой имиджа будет представлена в парламент в конце января. До этого времени новое министерство должно посчитать и смету, требуемую на модернизацию туризма в стране. По нынешним заявлениям парламентариев, деньги явно не станут преградой. В Центробанке дали понять, что для возвращения Египту былой популярности не пожалеют никаких денег.